Чем интересно рассмотрение потомков Раваама и Иеравама? Тем, что еврейский народ разделился на две части, на Израиль и Иудею. И что самое интересное, это один и тот же народ, только разные колена, но народ израильский. До этого он уже был един, прям полностью един, много раз. И особенно плотно сплотился он при Давиде и Соломоне. Прям был единый такой народ. И вот при потомках Соломона Израиль разделился. Но, тем не менее, это был единый народ. Только управлялся он разными людьми. Иудея, мы знаем, была управляема потомком Давида. И потомками в дальнейшем, каждый раз Давида. Израиль управлялся одними из народа израильского. Но тоже не чужаками, не чужестранцами, а израильтянами. И в чем принципиальная разница была? Принципиальная разница была в том, что Израиль все время шел по пути язычников, Хотя, казалось бы, Бог и взращивал, и показывал. И он туда потом послал самых своих выдающихся пророков. Это Илью и Елисея, которые столько чудес там совершили. И так он царям тоже очень многое показывал, очень серьезное. Но, тем не менее, и предупреждал их, и какие там страшные трагедии были. Но, тем не менее, они все время настойчиво-настойчиво ставили идолов, поклонялись идолам и не уходили с этого пути ужасного. И практически у Израиля не было ни одного приличного царя. В то время как у иудеев постоянно кто-то из царей оказывался замечательным, он боролся с язычеством, он восстанавливал служение. Вот удивительно, удивительно. Как такое может происходить в одном и том же народе? Удивительно. И, казалось бы, цари там менялись в Израиле, а ситуация оставалась прежняя. Итак, давайте посмотрим. После Раваама над Иудеей был Авия. И вот Авия, он, ну, как бы старался следовать тому, что Давид учил чему. И, тем не менее, у него немножечко было отклонение. Не сильное, но было. И он решил продолжить войну с Северным царством, с Израилем. Собрал 400 тысяч солдат. Но в это время Ира-Ваам выставил вдвое больше. И вот они там встретились. То Авия взошел на гору и стал говорить к народу израильскому. И он говорит, Господь дал царство над Израилем Давиду и потомству его навсегда. А вот Ира-Ваам, он воспользовался слабостью Раваама и нехороших людей, поднял восстание и разделил царство. Но, тем не менее, мы видим, что мы поклоняемся Богу Всевышнему. Мы с нашим Богом Всевышним. А вы кому поклоняетесь? А вы поклоняетесь идолам. Ира-Ваам вас все время ведет в пучину к этим идолам. И поэтому вы не имеете права вообще воевать с народом Божьим, с потомками Давида. Типа, сдавайтесь, а то вам будет хуже. Пока он это говорил, Ира-Ваам взял свои войска, часть войск и обошел сзади. И этим иудеям пришлось сражаться сразу на два фронта. И спереди, и сзади. Но, обратите внимание, что они делают. Они вострубили трубами священники, обратились к Господу весь народ, бросился на войска Ира-Ваама и одолели. Величайшую из побед совершили. Войска Ира-Ваама бежали позорно. И, в общем, победа досталась за ними. Хотя войск было в два раза меньше, ну и так далее. То есть, очевидно, что Бог даровал эту победу своему народу. Хотя, как бы, казалось, что Израиль тоже свой народ. Но отступивший от Бога. Что у нас, какой-то урок для нас с вами. Мы можем числиться сколько угодно народом Божьим. Но если мы отступаем от Бога и дел Его, и перестаем поклоняться Ему, а начинаем поклоняться всяким идолам, то тогда Бог забирает победу у нас и отдает ее тем, кто верный, кто любит Бога, кто служит Ему. Вот это прям наглядно было здесь продемонстрировать. И что вы думаете? Вы думаете, что Ира-Ваам сделал какой-то вывод? Нет. Он ничего не сделал. И, к сожалению, Авиа был не лучше отца своего, Роваама. И он тоже был предан вот этим языческим традициям, как и Роваам. Вот они оказались не слишком верными. И вот после него, после Авиа, в 20-й год царствования Ира-Ваама, обратите внимание, Ира-Ваам царствовал 40 лет. Не всегда Бог сокращает годы жизни, даже если люди непорядочные и нечестные. Вот мы привыкаем к тому, что если мало пожил, значит, все плохо у него с Богом. А вот если долго он прожил, то, значит, все у него хорошо с Богом. Нет. Бог забирает не по этому принципу людей. Бог забирает очень часто людей по принципу, может ли он еще сделать какое-то продвижение в своей жизни. Или его нужно забрать, чтобы он не натворил дел худших, чем он творил на сегодняшний день. Вот этим определяется долгота и, в общем, долгота жизни человеческой здесь на земле. Бог, если это верующий человек, забирает его тогда, когда он в основном не успел сильно нагрешить. Что касается неверующих людей, у него нет таких ограничений, потому что он от него отступил. И он его забирает тогда, когда уже чаша переполнена гнева Божьего. И когда он видит, что ничего невозможно сделать с этим человеком, он его убирает с земли. Итак, пришел Аса. И вот Аса оказался неплохим царем. Он начал, он был похож на Давида. Он начал бороться активно со всякими суевериями, уничтожать все эти памятники, Астартом, Баалу. И, в общем, изгонять всякий грех с земли Израильской. И он настолько это хорошо делал, что Бог благословил его правлением. И в результате 10 лет никто из врагов к нему не мог приблизиться. 10 лет. Потом, через 10 лет, Бог послал испытания. Это были Зарий и Фиоплянин, у которого в войске было до миллиона эфиоплян и ливийцев и 300 колесниц. И вот, конечно, у израильтян не было таких войск. И, казалось бы, все, погибель. И вот они встретились недалеко от Иерусалима. И Астартом обратился к Богу с молитвой. И вот он какие интересные вещи сказал Богу. Тоже послушайте, это важно, это интересно. Он сказал, что Господь одинаково может увечать успехом как слабого, так и сильного. То есть, он говорит, не важно, сколько нас, важно, что ты с нами или нет. И если ты с нами, то даже небольшое количество войска достаточно для победы. То есть, он помолился, попросил победы. И Господь даровал эту самую победу. И они обратили в бегство эту огромную армию, преследовали Дагерара и отбили множество овец и верблюдов. И вот, когда они возвращались обратно, навстречу им вышел пророк Азария. И он говорит, послушайте меня, сыны Давида, сыны иудейские. Я вам хочу сказать следующую вещь. Вы молодцы, вы хорошо все делали. Поэтому Бог даровал вам эту блестящую победу. Но придут времена, когда вы отступите. И тогда враги придут и будут вас завоевывать. И вы будете попадать в рабство. Но когда вы снова обратитесь к Богу, начнете вопить и просить о помощи, то Он придет и вам поможет, и вас освободит. То есть, Он это предупредил. Но продолжайте в том же духе. У вас есть подарок от Господа, благословение от Него. Продолжайте в том же духе. И вот, когда, соответственно, Аса пришел, он с еще большим усердием начал уничтожать всех этих идолов. И оказалось, что его мамой тоже был идол. И что он сделал? Тогда он забрал этого идола, уничтожил его, а свою мать лишил царского звания. Вот даже до такой степени. Он был такой преданный и мощный. И вот у нее был идол Астарты. И вот он был очень замечательным. И он все богатства, которые накапливал, он приносил в храм, чтобы там все было благополепие, красота в храме, который построил Соломон. Все было хорошо. Но у него был неприятие. У Асы, это царь израильский, причем уже не потомок Иерваама. Был у него Нават, потомок у Иерваама. Но, когда он там атаковал филистимский город, то он был убит Ваасою из колена Иссахарова. Тоже евреем, тоже одним из военачальников. И вот Вааса этот, он что сделал в первую очередь? Он уничтожил абсолютно все родство Иерваама. Все родство уничтожил. Все дети, как было предсказано, погибли. Все потомки Иерваама, все его родичи погибли. И вот как раз Вааса и начал воевать против Иудеи. И он захватил город рядом с Иерусалимом, начал его укреплять и начал мешать вообще всякому предвижению Иудеев, чтобы они не могли перемещаться. И тогда, что сделал хитрый Аса? Он взял, посмотрите, сокровища, все свои сокровища, все те, которые были в доме, в храме, и отдал их сирийскому царю. И попросил его, чтобы тот напал с тылу на Израиль, чтобы Вааса своим войском ушел из пределов Иудеи. Подкупил врага. Но тот так и сделал. И он стал нападать на Израиль, уничтожая его города. То есть, смотрите, он подкупил совершенно постороннего человека, сирийского царя, чтобы тот убивал израильтян. Как бы все получилось, но к Аси пришел пророк Ананий и говорит, что ты сделал? Вот посмотри, до этого была война. Эфиопляне с ливийцами пришли к тебе, и ты всех победил. Вааса гораздо слабее, но ты не обратился к Господу, а обратился к врагам твоим, к сирийцам, чтобы одержать победу над Ваасой. Поэтому отныне тебя будут войны преследовать постоянно. То есть, вот посмотрите, тоже для нас какой хороший урок. Казалось бы, Аса такой замечательный, такой чудесный, такой верующий, и сражается с этими идолами. И даже мать свою унизил за то, что у нее было вот это вот изображение Астарты. И все там уничтожил почти всех идолов. И обращался к Богу. Но потом перестал обращаться к Богу, и все, и начались у него проблемы. Что еще интересно с Ассой? Аса, может быть, разочаровавшись в Боге, может быть, еще что-то, он в дальнейшем, видимо, перестал действительно обращаться к Богу. Для нас очень важный урок. Каждый раз, когда евреи поступали неправильно, и обращались к Богу, и просили, каялись, каялись и просили, чтобы Бог смилостивился. Вот мы читаем с вами в Библии, Бог всегда так делает. Всегда, когда обращаются с покаянием к Нему, это для нас важнейший урок, с покаянием обратился, Бог простил и начал помогать. Но когда человек не обращается с покаянием, я недавно разговаривал с одним человеком, у него неприятности. И я ему говорю, слушай, тебе надо покаяться, тебе надо покаяться, и твои неприятности уйдут. И он мне такую страшную вещь сказал, отчего это я должен каяться? Я говорю, покайся, но ты видишь, какие у тебя неприятности. Он говорит, не буду, не буду каяться. Может быть, он все-таки потом покается, потому что я там был настойчив, ему говорил, это очень важно для тебя. Ты что? Может быть, он все-таки покается. Но когда человек вот такие вещи делает, тем более, когда ему говорят, священник, когда ему говорит, покайся, это чрезвычайно важно. Мне просто Господь проговорил, ему нужно покаяние. И человек вдруг говорит, нет, не буду, все это может закончиться очень печально. Очень печально. Это для нас тоже очень серьезный урок. Вот Аса, похоже, не делал этого, не каялся в своих ошибках. И поэтому, хотя он и долго пробыл царем, иудейским, но, тем не менее, плохо кончил. И вот Вааса, который встал на место царя Израильского, он вел такую же политику, хотя он был евреем, он был народом Божьим, но начал вот это поклонение Астартам, Ваалам и другим языческим богам. В результате к нему пришел тоже пророк Ииуй, сын Анании, пришел к нему и говорит, тебя ожидает та же участь, которая постигла потомков Иераваама. все твои потомки точно так же будут уничтожены. И что вы думаете, Вааса, он изменился, он сказал, ой, Господи, прости меня. Нет, он продолжал ту же самую линию. И в результате сам Вааса, правда, умер естественной смертью, а его сын Ила всего два года только процарствовал, и его предал его военачальник, убил и его, и все, все родство его. То есть точно так же потомки Ваасы были уничтожены. То есть, смотрите, для нас это какой урок? Второй раз пророк предупреждает, этого делать нельзя. Нельзя этого делать. И в то же самое время эти люди продолжают грешить. и смотрите, уничтожение не только их, но и всего их рода. Весь род страдает из-за них. Почему? Потому что они заставляют страдать Израиль, они ведут Израиль к греху, потому что тоже вот для нас очень важный пример. Вот посмотрите, для нас очень важный пример, что какова голова, такова и рыба. Рыба гниет с головы. Народ иудейский более-менее был предан Господу, они исполняли его заветы, они вели благочестивую жизнь. Почему? Потому что цари у них были более-менее благочестивые, более-менее. и поэтому этот народ был нормальным. А вот в Северном Царстве, Царстве Израильском, цари были нечестивые, они проводили нечестивую политику, и что в результате? весь народ шел к этому нечестию. Кто руководит страной, вот в такое состояние он ввергает весь народ. Поэтому на самом деле смена власти, но разумная смена власти, когда все-таки приходят нормальные люди к власти, чрезвычайно важна. мы видим, что у Израиля сменялась власть, ну пусть таким путем убийств, путем насилий, но приходили такие же самые люди, и ситуация в Израиле не менялась. Вот все время существования Израиля была смена власти какая-никакая, но каждый раз приходили цари, о которых говорили, они не только вот это, они еще хуже делали, чем предыдущие, хуже. И в то же время мы видим в царстве иудейском, там говорят, вот он был хороший, да, вот предыдущие там нагрешили что-то, но этот был, продолжал дело Давида, и он очистил народ, та-та-та-та-та-та, народ покаялся. То есть это колоссально важно, колоссально важно вообще для израильской жизни. Васа умер своей смертью, но его сын погиб, Ила, погиб буквально через два года, потому что против него был заговор Замврия, и этот Замврий, он уничтожил опять все родство, все родство уничтожил Илы, но народ не захотел Замврия, и поэтому он раскололся на две части, то есть Израиль раскололся на две части, и в результате народ избрал другого себе царя, и вот этот вот Замврий, его атаковали, он заперся в дворце своем, и в конце концов поджег его и сгорел, в конце концов пришел следующий царь, да, Амврий стал в конце концов царем Израиля, самое страшное, что он этот Амврий тоже не оставил нечестия, и он передал свое царство еще более страшному царю, которого мы все знаем, Ахаву, что касается Ассы, то посмотрите, он начинал очень хорошо, замечательно начинал, он там крошил всех, все эти памятники, даже маму свою не пожалел, ну не уничтожил, конечно, а просто царство ее лишил, вот, то в конце он как-то стал пассивным, когда он заболел, в конце концов, то он не стал призывать имя Бога, а он понадеялся на врачей, и только к врачам обращался, и в конце концов умер через год, тяжело страдая ногами, пришел в результате Иосафат, и вот Иосафат был замечательным тоже царем иудейским, и он стал продолжать вот это дело по уничтожению идолов, обращался к Богу, и более того, он на третьем году своего царствования послал левитов и священников в сопровождении начальников народа, чтобы обойти города иудейской с книгой закона Господня и учить народ, и поэтому Бог его очень возлюбил, он его охранял от всех врагов, ему там все платили дань и приносили большие такие дары, то есть он сильно прославился и даже чем-то стал напоминать Соломона, Давида, вот только из-за того, что он был верен Господу. Маленькое государство иудея, но из-за того, что они были с Богом, Бог вот так их обильно благословил, и он укрепил города иудеи, и даже говорят, что у него была армия свыше миллиона человек, но правда, что он сделал, он заключил старем израильским союз, и не только сахавом, и не только заключил союз, но он отдал своего сына, выдал за него дочь Ахава Изавели. То есть вот это зло немножко проникло в Израиль, конечно. Итак, Ахав, он это вообще выдающийся царь в отрицательном смысле. Он взял за себя дочь седонского царя Изавель. и он ввел в свое царство финикийское богослужение, то есть поклонение идолам, очень серьезное. Вот это, наверное, был пик отпада от Бога, когда правил Ахав и Изавель. Был построен в Самарии храм Ваалу. Вот обратите внимание, что Израиль Северное царство это Самария. Помните, мы с вами в Новом Завете про Самаряна очень много говорили, и Иисус путешествовал в Самарию. Там раньше жили те же самые израильтяне, которых правда потом выселили, но часть их там осталась. Это вот потомки тех самых десяти колен. но они по традиции не поклонялись так, как поклонялись иудеи. И они в храм не ходили, они поклонялись на высотах, и в общем были такие полуязычники. Поэтому иудеи так плохо к ним относились. И вот мы видим, что они построили храм Ваалум, поклонялись, и его жена Иезавель, она поставила 460 пророков Вааловых и 400 пророков Астартовых. Они были на иждивении Израиля, эти люди. Вот. И более того, более того, пророки Бога Всевышнего преследовались и уничтожались. И там уже почти не осталось вот этих пророков, которых раньше было много. И вот народ настолько утратил всякое уважение к Богу Всевышнему, что там, помните, в свое время, когда Иисус Навин взял Иерихон, помните, там стены у него завалились, то он проклял этот город и сказал, что тот, кто восстановит этот город, погибнет. Но, тем не менее, Ахилл из Вифиля начал восстановление Иерихона. И когда он начал восстанавливать этот город, то сыновья у него начали умирать. И в конце концов, когда он поставил уже ворота, то последний из его сыновей умер. Да, Иерихон был восстановлен и он существует до сегодняшнего дня, Иерихон в Израиле. Но, тем не менее, это пророчество, которое сказал Иисус Навин, сбылось. Мы видим, что неважно какой народ, это был один и тот же очень важно, кто им управляет. И вот здесь, на этом примере мы видим, что люди, особенно в Израиле, они по своей воле становились старями, по своей воле становились, по своей воле царствовали, волю Господа не уважали, и поэтому, в конце концов, Северное царство, оно первое погибло, и погибло навсегда, оно было рассеяно, население, между всеми другими людьми этого мира, и перестало существовать. В Южном царстве, в Иудее, правили потомки Давида, и Бог предсказал, что не отойдет скипетр царя от потомков Давида. И так произошло, и мы видим, что на сегодняшний день это царь Иисус, и он царствует в мире до сегодняшнего дня, и будет царствовать вовеки. И, соответственно, вот эти люди, они все равно как люди совершали ошибки, но, поскольку они были поставлены по воле Бога, они совершали не такие ужасные, хотя все равно совершали, поэтому Южное царство, в конце концов, когда чаша терпения была переполнена, тоже были захвачены и отправлены в Вавилон, вы помните, в пленение на 70 лет. Евреи очень хотели царя, чтобы они его избирали, чтобы он был из людей, чтобы он ими правил. И мы видим, что это привело к большой трагедии израильский народ, к огромной трагедии. И вот я думаю, что то, что происходит сегодня, евреи пожинают плоды вот от этого, их желание иметь над собой не Бога, а царя. Не Бога, а царя. И наиболее здесь очевидным является еще раз Северное царство, где без благословения Бога эти люди становились царями и ввергали народ Божий в грех и в конце концов полностью уничтожались. Все были полностью уничтожены. То есть там не было такого длительного царствования. Последующие цари уничтожали предыдущие. люди все совершали ошибки в Израиле. И если они каялись, то Бог восстанавливал и прощал и возвращал. Но когда они каялись, то они шли к смерти. Все. Вот посмотрите, Ирова сам не покаялся, погиб и погибло все его потомки. Вааса не покаялся, погиб он и все его потомки. И другие тоже самые. То есть мы должны понять, покаяние играет огромную роль. Это не только для государства, это для каждого из нас. Если мы совершили что-то неправильное, первое, что мы должны сделать, это покаяться. если мы не покаялись, то невозможно ожидать, что что-то улучшится в нашей жизни. Невозможно. Об этом говорит вся история Библии, вся история еврейского народа до сегодняшнего дня и история нашей страны. Все говорит об одном и том же. Надо быть с Господом, надо быть ему верным, и когда ты поступаешь неправильно, нужно каяться. причем искренне, просто со слезами вопить Господу. И тогда Господь прощает и благословляет. и благословляет. и благословляет.